Государственный визит продолжился на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме. Там президент заявил о создании в нашей стране такой среды, где сингапурские инвесторы будут чувствовать себя как дома. На рассмотрении иностранных бизнесменов предложили пять инвестиционно-привлекательных направлений. Один из главных проектов – это свободная экономическая зона Алатау, которую у нас символично называют Сингапур Центральной Азии. Какой интерес проявил бизнес и каких договоренностей удалось достигнуть, расскажет моя коллега Кунзая Курмет. Такого ажиотажа, казалось бы, на привычном бизнес-форуме не ожидал никто. Организаторы рассчитывали встретить 250 иностранных гостей, однако прибыло порядка 500 представителей крупных компаний. Сегодня бизнес-акулы здесь, чтобы наладить нетворкинг и узнать о перспективах рынка лидера Центрально-Азиатского региона. Несмотря на географическую отдаленность, Казахстан и Сингапур всегда были и остаются близкими партнерами, подчеркнул глава государства. Этому свидетельствуют цифры больше 30 лет дипломатических отношений, 1,8 миллиарда долларов товарооборота и еще 1,7 миллиардов прямых сингапурских инвестиций. Компании, которые проявляют большой интерес к Казахстану в сегодняшних реалиях, договорились в самое ближайшее время организовать встречу сингапурских компаний в Казахстане. Это пройдет буквально в июле месяце. Направление сотрудничества на самом деле очень актуально. Это IT-коммерция, это финансовый банкинг, это сегодня формирование крупных технологических кластеров и в сельском хозяйстве, и в горнорудном секторе, и в недропользовании. Глава государства представил инвесторам несколько проектов. Разведка редкоземельных металлов, агропромышленный комплекс, развитие альтернативных источников энергии, финансовые технологии и IT-стартапы. А еще сегодня важно для страны расширить потенциал транскаспийского маршрута. Интерес по нему, к слову, взаимный. И для Казахстана, и для Сингапура это возможность выхода на новые рынки. Важно сейчас развивать инфраструктуру и цифровизировать платформы. Впрочем, в этом направлении две страны уже давно успешно сотрудничают. Мы начали проект с Китаем и Казахстаном по улучшению обслуживания на пункте Алтунголь. Сейчас, когда груз приезжает из Китая, то человеку приходится ходить с документами, что занимает несколько часов. Теперь мы с помощью искусственного интеллекта получаем информацию до прибытия груза. Обрабатываем ее в режиме реального времени и внедряем в нашу базу. Когда поезд приезжает на станцию, на пограничной службе проверяют документы через систему, что занимает 30 минут. Еще одна точка протяжения для сингапурских инвесторов – отечественный агропромышленный комплекс. Казахстан ежегодно собирает в среднем 16 миллионов тонн зерна, 6 миллионов из которых мы продаем за рубеж. Переработка этого объема пшеницы позволит производить порядка 250 видов продукции, начиная от витаминов до биоразлагаемого пластика. Для сингапурского бизнеса очень интересно, потому что рядом с нами находится огромный Китай, который потребляет все эти товары. И они видят стратегический потенциал в этой отрасли. Помимо этого, мы сегодня также обсуждали о развитии углехимии. Вы знаете, что в Казахстане запасы угля достигают 300 лет. Сингапурские технологии позволяют из этого угля производить до 300 видов продукции – пластик, различные медицинские средства. Я ожидаю, что сингапурский бизнес этим направлением заинтересуется, и мы совместно с ними сможем построить большой углехимический комплекс в Казахстане. Кроме инвестиций в промышленность обсуждали и внедрение казахстанского финтека и IT-стартапов в рынок Сингапура. А значит, открыть завесу крупнейшего мирового инвестиционного фонда. Впрочем, казахстанские первопроходцы, как оказалось, в Сингапуре уже есть. Молодые предприниматели из списка Forbes до 30-ти открыли компанию по разработке цифровых продуктов под ключ и продают свои услуги по всему миру. Открыв в Сингапуре уже вторую компанию, стартаперы за первые два года заработали уже порядка 5,5 миллионов долларов. Мы предоставляем цикл разработки end-to-end с самого начала до конца, вместе с тестами, с выходом продукта на рынок. Здесь есть клиент, также по всему миру есть различные клиенты. В основном у нас экспертиза FinTech, также есть экспертиза BadTech. Первую компанию мы запустили более трех лет назад, а вторую компанию, стартап, которая в Сингапуре, мы запустили более года назад. И для того, чтобы поддержать таких же молодых предпринимателей в Сингапуре, откроют инновационный хаб. Подобные центры действуют в Дубае, Саудовской Аравии и Кремниевой долине. У нас завтра будет тоже официальное подписание по открытию инновационного хаба, нашего инновационного хаба здесь, в Сингапуре. Мы будем помогать нашим стартапам выходить на рынки Юго-Восточной Азии, помогать им проходить различные инкубационные и акселерационные программы, обучать, как заходить на эти рынки, как делать value proposition, market fit. Вот эти все основы нашим стартапам будем открывать двери в инвестиционные дома, инвестиционные фонды, чтобы они могли привлекать капитал. В купе с договоренностями, достигнутыми во время встреч первых лиц на бизнес-форуме с участием президента Тукаева и вице-премьера Сингапура, были подписаны 12 коммерческих документов. Это соглашение о сотрудничестве Каспочты и Сингпост, благодаря которой время доставки грузов сократится до трех дней. Декларации о запуске цифрового коридора между КТЖ и Global DTC, обеспечивающие единую цифровую платформу, а также различные документы в перспективных направлениях. Встречи деловых кругов дали свои плоды. Бумаги, гарантирующие приток инвестиций, есть. А желающих посетить Казахстан и увидеть воочию перспективы страны еще больше. Главное – свести надежных партнеров двух стран и создать для них лучшие условия. Впрочем, это сегодня гарантировал сам президент.